Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Сегодня наша рубрика «Наука и технологии» как никогда соответствует своему названию. В эфирной студии Роман Шахов и наш гость. Итак, друзья, кандидат физико-математических наук, заместитель директора Института микроприборов и систем управления НИУМИЭТ Константин Лялин. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели сегодня поговорить и про электронику, и, конечно, больше электроники, наверное, нас интересует цифровая экономика. Вот как это все связано и зачем нам это, и надо ли, расскажите, пожалуйста. Ну, на самом деле, цифровая экономика, мы и так уже живем в цифровой экономике, да, у каждого в кармане гаджет, да, каждый, трудно представить вообще даже писателя, наверное, сегодня, который не на компьютере, что-то там на печатающей машинке, наверное, только особо там упертые, да, пожилые люди. У которых есть особенное желание писать ручкой, да. То есть, ну, все пользуются компьютерами, да, то есть, во всех, там, музыканты, да, сочиняют музыку, там, микшируют и так далее, это все тоже с помощью делается компьютеров. То есть, цифра, она уже, условно говоря, везде, да. Вот такой паспект, да, простой. Светофоры, да, вот, как бы замечали же, да, что они стали как-то по-разному немного работать. Давать волну, правильно. Да, 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 то есть, они как бы более адаптивными стали, потому что данные накапливаются, потоки управляются, даже есть такое подозрение иногда конспирологическое, что Яндекс с Гуглом тоже маршруты прокладывают не просто так, да, чтобы разгрузить как-то потоки. Расскажите нам, простым смертным, как это они прокладываются? Да, вот, это есть такое понятие, да, сейчас вам такой модный, большие данные, да, то есть, вот, соответственно, у каждого у нас есть, вот, там, мобильный телефон, который к этому Яндексу... Сим-карта, которая там дает. Да, подключен, да, человек едет, эти данные идут в центр обработки данных, большой центр, да, там стоит много компьютеров, соответственно, они на основе анализа этих самых потоков, да, ну и статистического, то есть, там, год, два, три, чем больше статистику накапливать, тем точнее получается, да, и, соответственно, делается прогноз, то, какие там улицы будут загружены, куда там этот поток едет, и компьютер предлагает маршруты, соответственно, уже с учетом того, что потенциальной загруженности, то есть, ну, это, это уже управление даже, это не просто там, как бы он там помог вам как-то проект, это уже начинается управление на уровне, так сказать, города, там. Компьютер сам управляет или есть человек, который говорит, подожди-ка, вот, наверное... Нет, 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 человек, конечно, есть, но на самом деле с такой объем данных человек уже там не влезает, да, то есть, это там уже совсем кризис какой-то только тогда человек, а так это вот сам алгоритм, это вот так называемые нейронные сети, да, то есть, они вот обучаются, обучаются и начинают уже все более и более точно принимать решения вот в таких вот вещах. Ну, там, то же самое на самом деле, вот, когда мы говорим о бирже, да, там, на бирже, там, боты в основном работают, на самом деле. Боты, что это? Это программы, которые, да, осуществляют именно там ставки, прогнозы делают по тому, как там акции пойдут вверх, там не пойдут вверх. То есть это особенно на финансовом рынке, да, когда с валютами там. Это тоже компьютеры, на самом деле. И большинство вот крупных там корпораций, оно именно тратит деньги на вот такие вот вещи. Ну вот смех смехом, вы знаете, какая самая крупная компания в России, которая по разработке вот этого всякого ПО и железа. Вот это удивительно, но это Сбербанк. Сбербанк сравним по количеству программистов с Гуглом. Ничего себе. Да, это один из крупнейших уже мировых разработчиков ПО. Почему? И вообще самые крупные зарплаты у программистов, они в банках. Вот сейчас вы для тех программистов, которые не знали, подкинули хорошую идею, где работать. На самом деле вот это удивительно. То есть наибольшие зарплаты, они именно идут в банк. Ну где деньги, понятно, да. Но там безопасность, это же как бы именно деньги в том смысле безопасность. Потому что если там вдруг чего-то случится, это уже затронет конкретные интересы конкретных людей. У тебя там все же в цифре, да, у вас там на счету лежит миллион. И вдруг кто-то там вирус какой-то сказал, нет, мужик, у тебя минус миллион, ты должен банку. То есть это ужасно, да. Поэтому нужно обеспечить безопасность. Это правда. В этом аспекте это очень важно. Ну и вот, соответственно, наше государство тоже как бы пыталось не отстать. Оно как бы думает о том, в какой-то мере, да, как вот президент даже заявил, да, про то, что мы должны развиваться, должны создать новые рабочие места. И вот цифровая экономика, появилась программа, да, сейчас вот это будет национальный проект, да, наша цифровая экономика, в которой будут выделены очень приличные деньги на инфраструктуру этой самой цифровой экономики. То есть вот где-то там, ну там она по-разному меняется, но где-то там 1,2 сейчас вот триллиона рублей должно быть выделено на инфраструктуру. То есть в первую очередь там половина почти суммы – это инфраструктура связи и инфраструктура центров обработки данных. Это вот то, что я говорил про Google или вот Яндекс, который управляет потоками. Собственно, нужно же собрать данные, их все больше и больше, да, ну вот ЖКХ, да, вот у вас там, почти у каждого сейчас у нас там в квартире стоят датчики, там, температуры, там, воды и так далее. Они же все это еще по радио-каналу, да, они все это сбрасывают там в центр, он там это дело собирает. Сейчас это еще не в каждом доме, да, то есть мы-то все-таки там иногда вбиваем, записываем, да. Появится через некоторое время уже просто будут датчики везде, да. Эти датчики будут там просто повсюду, там эти веб-камеры будут везде стоять, да, то есть это просто огромный поток данных будет. Их надо будет просто как-то передать. Для этого нужна вот, собственно, технология 5G, она еще не оформилась, да, но пойдет, возможно, именно вот в это. Друзья, о том, когда же в России заработает полноценно 5G, мы спросим Константина чуть позже. Если у вас есть вопрос, напишите по номеру 89099281899, смс в WhatsApp, Viber, и наша группа ВКонтакте тоже там есть пост, посвященный Константину. Мы скоро вернемся. Друзья, в одежде или без одежды смотрите, слушайте Страну ФМ. У нас сегодня интересные новости, которые обнажают подробности цифровой экономики. В гостях у Страны ФМ кандидат физико-математических наук, доцент Константин Сергеевич Лялин. Константин, мы продолжаем общаться, значит, программы государственные, давайте про них. Ну вот, собственно, я уже сказал про датчики, да, вот это 5G-технологии, то есть огромный объем данных. То есть вот 5G у них, пока оно еще не оформлено, конечно, даже там те, кто вот в лидерах, там, эти все, и Huawei, и там, Alcatel, и Cisco, и там, HP, ну, то есть все гранды, производители оборудования, они еще сами не договорились до конца, что-то такое будет вообще. Но процесс идет, они думают, все же понимают, что объем данных просто колоссальный, да, вот как говорил президент, там, Google, да, Шмидт, что вот там до 2003 года все человечество за всю историю, там, тысяч лет, да, набрало 5 экзабайт, там, информации, да, сейчас за 2 дня мы это производим, да, объем данных, то есть колоссальный. Их хранить надо. Да, их надо где-то хранить, надо что-то с ними делать, ну, вот отсюда и получается, что для того, чтобы обрабатывать это все, нужны центры обработки данных. То есть вот основная сумма, она, конечно, пойдет на вот создание этих самых центров. А потом между этими центрами же связь должна быть какая-то, да, то есть каналы связи должны быть мощнейшие, да, то есть вот туда пойдут деньги. Ну, и огромный кэшпласт, вот у нас страна же гигантская, да, мы самая большая страна в мире, просто даже протянуть оптоволокно там куда-то, да, ну, на север, вот у нас, например, порты все, да, там, Сабета даже, мы же знаем про этот проект, там, вроде нефть, там качаем, да, но там же этого нет, там все это спутником пока обеспечивается. Вот, протянуть оптоволокно, вот Якутск, да, Анадырь, то есть вот эти... А надо тянуть, да, просто еще спутник как бы... Ну, спутник, он, у него как бы есть ограничения, то, в принципе... Пропускная способность. Да, пропускная способность, то есть он, у него есть там свои недостатки, как бы, но есть и достоинства, да. Ну, и запасной канал не помешает из оптоволокна. Хуже не будет от этого. То есть на самом деле это вот туда идет. Но опять же, там же должны быть тоже свои какие-то центры обработки данных, а через спутник все-таки это, на мой взгляд, не самое, может быть, оптимальное решение. Что в быту еще людям, кроме того, чтобы не ходить в управляющую компанию, не носить данные, что еще цифровая экономика нам может? Какие плюсы? Ну она уже нам помогает. Мы же уже, как помните с вами, когда машину покупали 15 лет назад, поход в ГАИ, это же прямо от этого взрагиваешь. Спасибо за госуслуги. Да, это вот как бы большое дело. Потому что сейчас как бы права получить тоже это уже, ну, поменять. Ну я вам скажу, что медсправочку получить сложно. В одном месте всех врачей. Здесь пока да, вот еще. Но это на самом деле будет идти, наверное, тоже в этом направлении медицина, да. Потому что огромное количество ошибочных диагнозов. Потому что врач, ну что, вот вы пришли, он там карту полистал, там 5 минут, он вас не видел, он не знает вообще про вас ничего, да, и что-то должен диагноз поставить. Ну, это невозможно. Там более-менее как-то это в стационаре наблюдается, да, когда человек там приехал, его там всего обследовали, и они как-то знают там динамика. Вот то же самое, вот эти вот соды и нейросети позволят вообще, начиная от там рождения или даже от там зачатия там условно, да, когда если маму там обследуют, смотреть, какая динамика. Потому что то, что нормально для одного человека, для другого там он может условно говорить двинуть кони, да, там. Ну, вот самое такое, это гемоглобин, да. У кого-то там гемоглобин 60, женщины живут, при этом и бегают, что-то делают, а мужчины 60, он там, скорее всего, его уже ввезут там, все в реанимацию. И вот надо знать, что человека, нормы для конкретного человека. И вот здесь вот, конечно, большие данные. Константин, ну что касается вот сотовой связи, можете сказать, все-таки 5G когда? Да, когда вот, ну, по плану примерно. Ну, как стандарт, ну, они все время себе вот эта группа есть такая, которая эти стандарты вырабатывает, они себе все время ставят сроки. Вот они должны были в этом году наконец стандарт выработать. Но у них не вышло, вот, но тем не менее, вот какие-то уже экспериментальные сети, вот у нас к чемпионату мира там они кое-где развернуты были, да. Были развернуты в Соединенных Штатах тоже там вот сети в некоторых городах, но экспериментальные. Вот там Huawei даже, там у него большой проект был, он там разворачивал эту сеть. Ну, вот сейчас вот, понятно, политический момент. Вмешался на Huawei там тоже в каком-то смысле санкции нашили, вот ZTE-то вообще там сложности у них. Ну, то есть вот политика вмешивается, сложно сказать. Но на самом деле стандарт, я думаю, вот там, наверное, к концу 19-го года, думаю, стандарт выйдет вот какой-то. Ну, там много уровней, да, технологии еще подходят. Вот сейчас все там фотоны, оптические технологии там появятся, да, когда будет радиосигнал непосредственно через оптическое там волокно передаваться и сразу излучаться там. То есть там полосы более широкие, то есть еще больше данных. То есть там очки виртуальной реальности, мы сможем там в них ходить там по городу, да, условно говоря. Когда? Ну, это уже не, это, я думаю, что это 30-е годы. 30-е. Хорошо. Вторая половина 20-х или уже 30-е годы. Будем ждать. Друзья, мы вернемся гораздо раньше. Не переключайтесь. Наука и технологии на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, не убегайте от своих приемников, от своих гаджетов. Мы продолжаем рубрику «Наука и технологии». В эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Кандидат физико-математических наук, доцент Константин Лялин. Мы сегодня говорим про цифровую электронику, про цифровую эру и, в общем, про многое другое. Друзья, мне хотелось бы вот что спросить. Смотрите, Константин, получается, что цифровая экономика, она уже пришла. Что будет дальше? Может быть, какой-то футурологический прогноз дадите? Прогнозы — это дело неблагодарное, как известно. Ну, может быть, не столько прогноз, сколько какие-то уже наработки есть. Вот вы же уже... Ну, да, наработки, конечно, есть. Над чем-то там колдуете. Да, да. Ну, собственно, вот наш университет, да, вообще вот, он же называется Национальный исследовательский университет, Московский институт электронной техники. Да, вот цифровая экономика, это вообще, электроника — это основа цифровой экономики, да, потому что есть в цифровой экономике две составляющие. Это программное обеспечение, где вообще, честно говоря, Россия лидером является, да, то есть наша страна имеет большие компетенции, да, то есть мирового уровня компетенций. Ну и в электронике, да. В железе. Да, вот как бы в железе мы немножечко там в силу особенностей этой отрасли отстаем, но... Ну, в силу глобализации. Да, в силу глобализации, да, но опять же, ну, рынок маленький, да, Россия не самая крупная страна, ну, по населению имеется в виду, да, то есть там мы не Китай, где полтора миллиарда, или Индия там, где тоже полтора миллиарда, или там Соединенные Штаты, которые вообще весь мировой рынок имеет. но, тем не менее, вот как бы направленность этой программы, да, развития, она как раз в том, чтобы мы смогли сделать какие-то, какое-то железо, да, безопасное для, ну, и с точки зрения, как бы, безопасности государства. Конечно. И безопасное для, в том числе, для граждан, чтобы данные-то рано или поздно все равно переведутся все, ну, в цифру, да, и появится и подпись, там, не знаю, пройдет, там, пять лет, возможно, мы даже уже будем вспоминать, как... Сканер зрачка, может быть, там что-нибудь такое. Ну, да, нет, ну, как мы вообще с какими-то там ходили, какие-то бумаги заполняли, то есть все будут как-то еще удивляться, да, что ты пришел, тебе уже сразу, там, тебе справку-то надо получить, ее даже не надо будет получать, нужно будет клик сделать, да, она из одного министерства в другое. Важно, чтобы это все было неуязвимо. Да, но вот это вот как раз очень большая проблема, да, потому что вот этот большой поток данных, да, он приводит к тому, что как раз железо становится все более и более программным, то есть создает, чтобы там маршрутизировать все эти потоки, да, то есть, ну, перекидывать там потоки данных, там, чтобы там из Австралии в Америку или там из Москвы во Владивосток или там в Анадырь куда-нибудь, да, огромное количество пересылаемых данных, вот, и чтобы ими так управлять и быстро подключать, ну, ты же представляешь, вот первый телефон, телефонисточки сидели, да, девочки, которые там, или даже мальчики, вначале там мужчины работали даже, потому что тяжелая работа была, нужно перетыкивать было. Потом, значит, стала электротехника, и все равно это огромное, а сейчас такое количество данных, что это уже даже компьютер, даже вот механизм, там, электронные переключатели, они не справляются, то есть вот схема электронная внутренняя. Даже не рылешки, а уже вот. Да, да, электронные микросхемы не справляются с тем, чтобы как этот маршрут построить, да, поэтому пришли, что, делают эти центры обработки данных, и там виртуальные коммутаторы, то есть это программа на самом деле. Фантастика. Вот в чем проблема-то. А раз это есть программа, значит, есть какой-нибудь злонамеренный хакер, который может это дело вскрыть, да. Надо противохакерское агентство. Соответственно, ну нет, факультет противо... Факультет информационной безопасности. Он теперь в каждом университете существует. Это хорошо. Вот, это обязательно... Друзья, пока Константин отвечает на звонок, мы сейчас сделаем маленькую паузу, ну а потом вернемся, будьте поблизости. Друзья, цифровая эра, цифровая экономика, об этом мы сегодня разговариваем с нашим гостем Константин Лялин. В гостях у страны ФМ Константин, кандидат физико-математических наук и доцент. Друзья, значит, мы уже поняли, что все больше и больше мы зависим от технологий, от интересных программ. Поэтому необходимо как-то защищаться нам, чтобы данные никуда не ускользали. Молодежь сейчас чем-то увлекается вот из этого? Расскажите, студенты, куда идут больше? Конечно, студенты... Ну, конечно, все идут сейчас вот в разработку программного обеспечения и, конечно, вот в эту самую безопасность, да. Потому что это везде нужно, да. Ну и робототехника, да. Сейчас вот для потребителя, да, самые, которые вот значимые из робототехники, да, через некоторое время эти автомобили уже ездят там в некоторых странах. Ну, в России, Россия тут занимает консервативную некоторую позицию. Ну, может, и правильно. Вот, может, и правильно. Потому что, как бы, вот, представить себе какой-нибудь грузовик или автобус... Ну, у нас еще не все люди ездят. Да, тут нормально, да. То есть, как бы, поэтому у нас государство до 30-го года пока не будет разрешать. Ну, тут разметка еще тоже очень... Это все нужно организовать правильно, но, тем не менее, то есть, вот роботы, да, то есть, рано или поздно, да, появятся беспилотные автомобили, да, например, такси, там, автобусы и так далее. То есть, это все, опять же, экономически станет выгодно, когда технология там подешевеет. Но она, поскольку еще придет где-то лет через, там, как минимум 5, например, массово, да, то те, кто идут сейчас в это, да, и в программное обеспечение для этого, в механику для этого, да, в электронику для этого, те получат преимущество. То есть, они получат профессию, да, потому что, на самом деле, сейчас для этого все есть. То есть, вот, есть разработаны все элементы для того, чтобы создать такой беспилотник и у нас, в том числе, в стране. И уже вот там КАМАЗ, например, да, вот он это дело продвигает. Ну, есть и у КАМАЗа, причем, он там самый продвинутый, да, у него там Челнок уже там даже ездил вот в Казани, на чемпионате мира людей возил. Вот, но пока просто по закону это можно делать только в ограниченной территории. Ну, но это вообще довольно сложная штука, на самом деле, да. Надо понимать, конечно. Она включает в себя интеллектуальные сенсоры. Вот наш, у нас в МИЭТе, да, создан Центр Национальной Технологической Инициативы Сенсорика. Да, вот 14 всего таких центров в России созданы. Вот мы выиграли тоже конкурс, и такой центр у нас создан. И как раз вот сенсоры для вот подобного рода систем. Но они шире несколько, да, потому что это и космический сегмент, включая и там авиационный сегмент, и подводный сегмент для этих самых дронов. Это, скажем так, глаза вот этого автомобиля. Да, 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 это глаза всех вот этих робототехнических систем, ну, там, в широком смысле этого слова. И там же еще система управления для этих роботов, да. То есть это не просто, нельзя отделить. Приводы всякие. Да, ну, приводы, это вот как бы есть центр робототехники, да, отдельный созданный. Там вот они как раз этим и будут заниматься. Приводами и обработкой этих данных сенсоров, которые, как бы, вот они, мы им, условно говоря, передаем. И вот будет происходить это, ну, повсеместно. То есть эти роботы, ну, сейчас уже в быту-то есть кое-кто пользуется, да, эти, знаете, по металке, которые ездят. Робот-пылесос, да. Да, робот-пылесос. Коты любят кататься. Да, любят на нем ездить. Вот, это уже имеется. А это робот, ну, конечно, более сложный, потому что там, опять же, там вопрос безопасности огромный, да. То есть если вдруг автомобиль, вот он наехал там, да, на человека, катастрофка какая-то произошла, кто-то погиб. Как? Кто виноват? Разработчик ПО или разработчик железа? То есть как вот провести тестирование? Для этого должна создана быть целая система испытаний, там, сертификации. То есть это долгий, довольно сложный процесс. То есть это, на самом деле, торопиться действительно тут не надо, потому что все-таки о жизнях людей речь идет. Ну, а через сколько, вот, как вы считаете, может быть, знаете, роботы, они так очень плотно войдут в нашу жизнь? Ну, я думаю, что вот 30-е, наверное, годы это будет вообще уже. Мы даже, знаете, есть картинка в интернете, там, 1903 год, там, Нью-Йорк, да, на Манхэттене, вот эта улица, там, Уолл-стрит. Один какой-то там автомобиль, найти его еле-еле можно, да, и там лошади, повозки. Потом 1913 год, да, одна повозка и одни вот эти форды там ездили. То есть это вот 10 лет. Это прогресс колоссальный. И здесь будет, ну, мне кажется, что тут некоторые блогеры вообще там стращают, смущают глазки, что сейчас массовые увольнения начнутся. Все для хайпу. Да, мне кажется, это вот просто, да, хайп. Тут бояться этого не надо, потому что это все, все будет существовать. Как вы говорили, что театр умрет, когда появится синематограф, там, все будет все равно, но просто это как диверсификация, модное слово, да. Компьютер каким станет, как вы думаете, лет через 10? Потому что вроде они так вот уже не особенно меняются. Ну, да, потому что мы достигли предела классического. Вот, на самом деле, нанометр еще там есть некоторый запас, то есть там до 5, наверное, там дойдут. Вот, но там дальше уже переход будет, наверное, качественный. Это будут либо вообще оптические системы, то есть перейдем на оптику, там другие принципы, либо квантовые технологии. То есть квантовый компьютер, да, который, то есть не бит, а кубит, да, то есть так называемый. То есть когда там, ну, квантовый бит, это, ученые тоже любят загнуть, красивое словечко такое. На самом деле есть разница просто в том, что у квантовых компьютеров нет ограничений по вычислительной мощности. Закачивая сколько угодно альбомов Стаса Михайлова, все войдет. Ну, условно, да, если так грубо сказать, то да. То есть на самом деле обработать, обработать, возможности обработки, возможности шифрования, ну и возможности дешифрования, соответственно, тоже. То есть как бы тут всегда есть броня, есть, да, снаряд, который не управляет. Добро и зло, как бы везде в мире, да. Да, да, поэтому нужно найти баланс, как бы, да, соответственно, там как-то законодательство будет прорабатываться. Но тем не менее, то есть вот эти центры обработки данных, они, ну, наверное, будут как раз, но это уже перспектива, на самом деле, более далекая. Скажите, дистанционное обучение, вот разным профессиям, может быть, специальностям, оно тоже будет цифровым? Да, причем будут заставлять делать цифровое. Вот есть программа развития образования в России, да, там, до 25-го года. Вот, там написано, что 37% населения должно пройти переобучение. Ну, они как-то там государство, на самом деле, думает о том, что вот проблема роботизации-то она встанет, да. Плюс 30% вообще образования в России должно перейти в онлайн-форум. Ну, вот это как раз то, о чем мы начали. Количество информации огромное, да, человеку приходится постоянно учиться, да, ну, даже вот там операционные системы, да, их там за 20 лет, там, Windows 10 сейчас у нас, да, а был там еще Windows 3.1, там, если кто помнит старые времена, или MS-DOS, этому же всему учиться приходилось, да. То есть сейчас время такое, что не как там в Египте было, да, кузнецом выучился, кузнецом, там, умер, да, и твои дети. Еще 10 поколений, да. Да, еще там сколько-то поколений, да, и все это одно и то же. Сейчас нет, сейчас вот за одно поколение мы обязаны учиться постоянно, и будут, а как это делать? Ну, ты же не можешь, у тебя дети, у тебя работа, да, как это все сделать? Ходить еще в университет, ну, невозможно. Поэтому, конечно, онлайн-образование будет явно развиваться, востребовано будет, можно будет прийти там, или, может быть, даже как-то и в рабочее время, то есть будет как-то выделяться. Ну, это сейчас сложно, как это будет организовано. Но на самом деле доступ к курсам повышения квалификации, наверное, там, практически любую тему, причем с виртуальным погружением даже, скорее всего, да. Условно, сейчас люди едут, читают на работу, да, там, эти гаджеты, да, в метро, а ты можешь там одеть очки. В Данцову отложили и открыли. Да, а ты можешь там одел очки в электричке, пока сидишь, изучаешь, что-то, пока едешь там, да, тебе что-то рассказывает, ты там можешь даже в скайп-конференции какая-то будет, да. То есть это все с ростом технологии даст нам такие возможности. Ну, я, правда, оптимист. Есть же конспирологи, которые говорят, что сейчас большой брат тут всех возьмет на заметку, и нам там плохо всем будет, да, за нами там потом лишат чего-то, да, например, там, ты не будешь, у тебя мобильника не будут, вычеркнем тебя из жизни. То есть, возможно, конечно, ну, это очень уж мрачный прогноз, я не думаю, что так будет. Ну, смотрите, Константин, вопрос у меня вот какой. Мозг-то наш выдержит такой наплыв информации? Это вот большое, это одна из проблем на самом деле, потому что вот экология вот этой всей информационной среды, это тоже очень важно, потому что реклама лезет же, да, просто, то есть человек, ну... Информационный шум большой, необходимо как-то фильтровать. Фильтровать это все. Но и мало того, что не только вот этот шум там с рекламой, но и просто когда что-то хотите найти в интернете, на самом деле. Вот тут важная вещь, это обучение с детства, собственно, как раз самообладание, да, то есть это тоже важно, и обучение принципам. То есть на самом деле на первое место, ну, на мой взгляд, так сказать, личное мнение, да, выходит не просто не навыки, а вот университеты там и как бы школы вообще, они должны заниматься тем, что обучать вечным ценностям, условно говоря, да. То есть принципы там устройства мира, они не зависят от того, цифровая экономика у нас или не цифровая. Если человек их понял, навыки вот с помощью вот этой геймификации, да, как это называется, ну, то есть в игровой форме ты потом сможешь просто как бы как вот на тренажере для пилотов научиться чему-то конкретно уже, как там нажимать какие кнопки, там что-то там как-то там программировать. Вот, а вот понять принципы этого, да, обучиться этому, это не требует на самом деле столько много времени. И, конечно, самообладание нужно как-то обучать детей, чтобы они, ну... Знали меру, конечно. Да, чтобы они знали меру, потому что как бы, ну, уже проблема с этой гиперактивностью там у детей, да, и то есть, конечно... Особенно в сетях, друзья. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, после которой продолжим общение. Не переключайтесь. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, с цифрового носителя Альбина Джанабаева поет нам о самом главном. И у нас сегодня вот как раз о цифре идет часовая беседа с Константином Лялиным. И Константин пришел вопрос от Ирины Дорониной. Расскажите о безопасности личных данных. Как будет обеспечиваться, если заработает эта цифровизация? Я сдаю слепок голоса в банк, допустим, а его кто-то перехватит и использует потом в своих целях. Ну, обычно есть несколько степеней защиты. Не только голос, да, но там подтверждающие другие вещи, в том числе и тактильный, там, впечаток пальцев, там, зрачок. То есть, как бы, когда мы говорим о безопасности, ну, в конечном счете, самое большое вас просто попросят прийти, там, да, наконец. Когда мы о каких-то судьбоносных вещах, вроде, там, продажи жилья, например, да, то есть, скорее всего, это будет обеспечено уже средствами непосредственно в участии, скажем так, да. Ну, если мы говорим о цифровой подписи, когда все-таки речь идет не о, ну, там, уж совсем критических вещах, да, там, ну, перечислить о каких-то разумных объемах. То есть, это будет законодательно, я думаю, принято там какой-то уровень, ну, риск всегда будет. Конечно, абсолютной, как говорится, защиты, защиту дает страховой полис только, да, как говорил Остап Бендер. То есть, мы не можем гарантировать стопроцентной защиты. Но, с другой стороны, скорее всего, я надеюсь, будет, ну, если человек куда-то не туда деньги ушли, чтобы можно было бы вернуть. Да, это возможно будет. Такая процедура. Значит, что у нас, так как мы люди, мы не только от электричества питаемся, мы питаемся продуктами, с сельским хозяйством что-то будет, вот, цифровая экономика решать в лучшую сторону. Да, я, вот, в России, да, мы и так сейчас, как бы, смотрим, что вроде как мы все больше экспортируем, там, пшеницу, у нас там урожай, вот, но на самом деле мы пока сильно в этом смысле отстаем, да, от ведущих стран в плане потерь урожайности. Вот, цифровая экономика, это, как бы, или точное земледелие, как оно там проецируется именно в сельском хозяйстве, оно будет развиваться, и уже сейчас, вот, масса патентов, я тут одно время назад этой темой занимался, я посмотрел, что патенты, вот, они там самые, как бы, ранние, да, вот, там, 15-16-го года, то есть, это тема совершенно новая, даже вот на Западе, и, соответственно, к чему это приведет? Например, к улучшению качества продукции, вот, пшеница та же самая, да, ее вот очень узкие время, когда первый сорт пшеницы можно получить, да, нужно там, вот, чтобы влажность была в ней и зрелость, прям, вот, маленький-маленький промежуток. Как это, ну, предлагают делать, да? Беспилотный аппарат летательный, он летает, снимает поле и, соответственно, измеряет или влажность, или, так сказать, зрелость, там, ну, методами фото, фотографии, фотографируют. И прям точное время говорят, что, ребята, пора выпускать комбайн и собирать. Сейчас вы напугали многих агрономов, они боятся за свои рабочие места. Нет, 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 это не дрон, это как раз делает агроном, просто дрон, он как раз агроному помогает, вот, особенно это крупные, когда компании, да, когда у них там десятки тысяч или сотни тысяч гектаров, да, то есть понятно, что человек там не сможет пробегать. А есть культуры, в которых вообще нельзя ходить по ним, там, у нас векла, например, по ней нельзя ездить, она иначе там, ну, помнете и все, вот, а вот как раз роботизация и вот эта автоматизация и большие данные, они могут в сельском хозяйстве помочь. То есть вот у нас даже конкретно, наш университет, казалось бы, далекий от этого, он занялся этой темой, да, то есть мы вот ведем проекты некоторые по как раз измерению, созданию систем контроля за посевами и контроля зрелости, да, вот конкретно, да, что-то мой коллектив, да, вот он занимается этой тематикой. Спасибо. С медициной что-нибудь вот скажите оптимистично еще, минутка осталась буквально. Медицина, вот это то, о чем я говорил до этого, да, что вот, во-первых, обработка данных у человека за всю жизнь, да. Ну, как у автомобиля, вся история. Да, 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 правильный диагноз, и плюс, конечно, вот все-таки классных хирургов, их мало, так же, это так же, как пианисты, их там единицы на самом деле, да, и делать сложную операцию не всегда можно записаться к нему и приехать, да. А вот телемедицина позволит прямо в онлайн-режиме, вот если вдруг срочно нужно сделать что-то, тончайшую операцию, можно подключить удаленно этого хирурга и с помощью роботов сделать вот операцию где-то там в Анадыре, а хирург в Москве, да, например. Спасибо. Дорогие друзья, мы говорим спасибо нашему гостю, кандидат физико-математических наук, доцент Константин Лялин был у страны ФМ, Константин, удачи. Спасибо большое. Молодежь, идите в науку. Обязательно. Там интересно и там платят хорошие деньги сейчас, все. До новых встреч.